Всем привет! Сегодня у нас небольшое коротенькое видео по ремонту Bluetooth мышки. Поехали! Эта мышка уже старичок, она довольно много у меня поработала, служила верой и правдой, но в какой-то момент у нее она начал сильно глючить ролик. То есть колесико, когда я начинаю крутить, то то, что я перемещаю, начинает дергаться во все стороны, вверх-вниз. Я могу крутить вниз, а картинка может на месте стоять и просто дергаться, или крутить вверх и вообще никакой реакции не быть. Поэтому нужно менять энкодер мышки. Чистка, кстати, не помогает. Кто подумал первым делом о том, что нужно почистить, сразу скажу, я это сделал и это не помогло. Поэтому сейчас будем разбирать и ремонтировать. Из больших минусов, что я могу сказать по ремонту таких мышек, это то, что вот эти штучки, заглушки для скольжения мышки, они убиваются очень сильно. То есть вот это, видите, здесь не держится. Это надо на клей садить, потому что после первого же отрывания она перестала приклеиваться. Так, отключаем дополнительные кнопочки. Они нам пока что не пригодятся. Итак, вот основная электроника. Здесь что мы видим? Две кнопки, левая и правая. Ролик, кнопка ролика. Оптический датчик, светодиод, батарейки, которые можно спокойно переделать на аккумуляторы. Ну, в принципе и все. Какой-то светодиод здесь стоит. Для чего он, я понятия не имею. Разбираем дальше. Нужно снять плату. Вкручиваем ее полностью, потому что нужно паять. Снимаем колесико. Итак, смотрим, здесь стоит вот такой энкодер. Такие энкодеры можно легко найти на Алиэкспрессе. Но они бывают разные. Разные по размеру. Вот я вроде бы нашел именно такой, какой мне нужен. Сейчас мы этот уберем, выпаяем и вместо него поставим другой. Итак, смотрим на энкодеры. Они одинаковые. Самое главное, что здесь одинаковые числа 13 и здесь 13. Это высота 13 мм. Энкодеры бывают разных типов и разных размеров. Но я нашел практически идеально такой же самый, какой и у меня стоял. Но чуть-чуть другого типа, чуть другой модели. Но похожий очень. Итак, ставим его на место. Вот, отлично. Энкодер встал на свое место. Теперь мы его сейчас запаяем быстренько. Отлично. Все просто замечательно. Собираем все обратно. Вставляем колесико, которое очень легко крутится. Не хуже, чем раньше. И собираем все в обратном порядке. Перед окончательной сборкой нужно провести обязательно тест. Для этого подключаем мышку к компьютеру и включаем ее. Итак, пробуем мышка. Мышка у нас двигается. Отлично двигается. Попробуем ролик. Ой, какая красота. Да, ну, это прям вообще здорово. Раньше было проблемам с этой мышкой работать. Потому что роликом нельзя было ничего прокрутить. Собираем все обратно. А вот собрать обратно чуть-чуть сложнее. Потому что как это не странно. Но попасть в пазы не так уж и просто. Отлично. Из больших минусов это то, что вот эти накладки, они больше не держатся. Стоит их один раз оторвать и они больше держаться не будут. Нужно использовать клей для того, чтобы их как-то приклеить и закрепить. А мышка еще побегает. Класс. Так здорово работает. Удобно. Ну а ссылочку на энкодеры, а также кнопки для мышек, вы найдете в описании. Я вам желаю успехов. Пусть ваши девайсы живут долго и счастливо. Всем пока.